Итак, компания StarLife Это страховой брокер Страховой посредник Между Медлайф, компанией, о которой я тебе рассказал Сейчас И клиентам Сотрудник компании StarLife Дает информацию Клиенту Своему другу, знакомому, брату, маме, папе То есть всем своему окружению И помогает заполнить документы Заявление И проплачивается годовой взнос После чего Медлайф Отправляет клиенту по почте полис А StarLife за проделанную работу Выплачивает комиссионное вознаграждение Определенный процент Понятно? Суть процесса Ясна Ты, клиент Ты покупаешь полис у Медлайф Не у нас Не у StarLife Мы как дилер Автодилер, допустим Нико Автосалон, который продает Мазды Что там они еще? Митсубиси Они там продают Ну разные машины Вот у нас тоже есть Медлайф Есть еще Вененшуренс Групп Другие какие-то компании Мы их продаем Мы независимые Находим клиентов И продаем продукцию Компании Медлайф Все За что получаем Свою комиссию? Все понятно? Дальше Кто может быть нашим консультантом? Первое условие Это должен быть клиент Обязательно Потому что Представь себе Вот ты Ты идешь к своим друзьям К своим знакомым Рассказываешь им об этом продукте Они тебя спрашивают У тебя есть? Ты говоришь Не, у меня нет Вам надо Нет доверия Сразу теряется доверие Или же Среди ближайшего Ты говоришь Я себе купил Одну интересную вещь Я думала Посмотрела Взвесила И решила себе это приобрести Что это? Вот то-то-то Это уже аргумент Иногда даже самый важный Аргумент для ближайшего Круга Который тебя знает хорошо Второе Это стартовый семинар Стартап-семинар Город Львов Второе Третье Сентября Семнадцатого года Стоимость Тысяча Триста Пятьдесят Ливен Семинара То есть Для бизнес-семинара Это вообще не деньги На самом деле Это и проживание И питание Туда входит уже И кофе-пауза И гола-ужинку Да все входит Плюс 180 гривен Это папка Консультанты Со всеми документами Необходимыми И дорога До Львова Билеты Билеты Уровень Уровень Вот я на первом уровне Третий Четвертый И так дальше Восьмой Максимальный Уровень Значит Теперь Шесть тысяч гривен На Берем Берем Сотрудника 100 гривен Это 100 гривен На втором Уровне 48 гривен На третьем Уровне Точно такой же Контракт Если будешь На третьем Ты будешь Уже 70 гривен На четвертом Уровне Такой же Контракт 90 гривен Ну вот теперь Смотри Это 1080 гривен Комиссии Здесь 1440 гривен Комиссии Это Две Сто Комиссии Это Две Семьсот Комиссии Ну теперь рисуем Такую связку Как пример Есть сотрудник Четвертого уровня У которого есть Троечка У троечки Есть Три единички И две двоечки У этих Двух двоечек Есть еще По одной единичке Вот такой вот Теперь Что нужно Чтобы подняться По этим уровням 100 единиц И ты на Втором уровне Семьсот единиц И ты на третьем уровне Но 300 Единиц Должны быть Личные 3000 Единиц И ты на четвертом Семьсот Есть Еще Две Три И так дальше Сто тысяч Единиц И ты на В основном Это учрительский уровень Уже В нашей компании Теперь Мы берем ситуацию Моделировать Ты на третьем уровне Вот твоя разница С единичкой 34 гривны Это твои деньги Ты на третьем А все Что под тобой Разница между тобой И твоими людьми Это твоя разница Это твои деньги 222 Это твоя разница То есть Например Если Единичка Сделала Один контракт Ты на третьем Твоя единичка Делает Один контракт 34 умножаешь На этих 30 единиц Это 129 Это твои деньги Если Двоечка Сделала Один контракт Она получает 1440 А ты получаешь 660 А ты А я поняла А скажи Какой процент Там налог Сейчас я все Все скажу Теперь Вот представим себе Вот ты Сделала Два контракта На третьем Уровне Это 60 единиц Двоечки Твои Вместе С единичками Сделали Сделали 8 контрактов Или там Ну 6 человек Сделали 8 контрактов Это 240 Единицы И эти По одному Допустим Контракт Ну или там 100 единиц Мы там сделали Допустим Это за месяц Теперь смотри На третьем Уровне Что получаешь Ты 60 Твоих Умножаются На Твой личный Множитель Правильно На 70 Это 4200 Дальше 240 Единиц Умножаются На разницу Твою Третью И вторую 22 Это что у нас 4800 4800 4800 И 480 Это 5 280 5 280 5 280 Дальше 100 единиц Мы умножаем На 34 Разница 34 Это 34 То есть В сумме Ты сделала 400 единиц И заработала 9 480 12 480 12 880 Ясно Если у тебя было 700 единиц То у тебя уже 1100 единиц Еще таких нескольких месяцев И ты будешь на четвертом Теперь просто смотри Если ты четверка И у тебя 90 Множитель Да Гривен А здесь 70 То есть Разница 20 Правильно Вот эта разница Умножается На все единицы Которые сделала Такая тронь На Четыре Давно 8000 Гривен Получает Четверка От такой Своей тройки Может быть Еще одна Тройка Двойки Единички Там еще Больше Разницы Ясно Принцип Вот такой Теперь Пока понятно Как выплачивается Комиссия В первый год Выплачивается 80% Второй год Когда клиенты Все проплатят Вот эти все Клиенты Твои личные Клиенты Этих сотрудников Этих Клиенты Проплатили Второй год Ты получишь Еще 25% Комиссии Ты и все Сотрудники Кто сколько Получил В этом году На третий год Еще 15% Все получат То есть В сумме Вы получите 120% За то Что не все Сразу Первый год 80% Дальше Минус 3% Это Фонд Благотворительности Это пожелание Минус 5% Налог Минус До 1% Где-то Полпроцента Где-то 0,3 0,7 Это Снятие Это Банк Итого Мы получим Ну Какую-то там Сумму Значит 0,7 Можно умножать На 0,73 Получится Чистая Сумма Денег Значит Грубо говоря Ты получаешь Минус 5 тысяч Это что Там Первый год Где-то Тысяч 7500 Гривен Плюс Еще 25% Подразделить Ну там 3 500 И плюс Еще 8 500 А через год Ты получишь Еще 3 500 А через год Еще Еще 800 На четвертом уровне Понятно Что можно Зарабатывать Больше Можно заработать Уже не 7 500 Можно заработать Уже 15-20 тысяч На пятом На пятом Можно там В среднем 40 тысяч Зарабатывать Да 30-40 тысяч В месяц Там 50 На шестом Это Директорский бонус Еще плюс И так дальше То есть Через 3 года Ты можешь Заработать Сотку Здесь Спокойно Спокойно Через 5 лет Ты можешь Заработать Здесь И 200 И 500 То есть Уже Вот Такой Разбег Все А рынок Мы Рассматривали Сегодня Надолго Все